Первое, что бросается в глаза, это чистота и стерильность. Работники в специальной униформе спокойно работают, обеспечивая постоянную загрузку линии. Вот мякоть баранины идет по конвейеру в специальное устройство, которое режет его на порционные куски. Тем временем на другой линии стерилизует и маркирует тару. Алексей Малыгин следит за работой дозировочной машины, что укладывает пока еще сырое мясо в тару и отправляет туда, где в него добавят натуральные приправы. На заводе Алексей трудится уже более 20 лет и говорит, что сейчас тут работать одно удовольствие. Работается очень хорошо, сейчас очень, оборудование новое, все четко работает, работа супер. Обучение я проходил буквально 3-4 дня, оборудование очень простое, никаких сложностей нету, так что все хорошо у нас. Общая площадь нового производства – 1000 квадратных метров. Состоит оно из отделений фасовки, стерилизации, упаковки, склада готовой продукции и вспомогательных помещений. За вкус и качество продукта отвечает не только хорошо обученный персонал, но и 20 единиц современного высокотехнологичного оборудования. Один из важнейших этапов производства тушенки – это ее варка. Происходит это все в автоклаве, это большая такая машинка. В таком виде попадает консерва в специальное устройство. Здесь 1150 таких банок и две таких сетки спокойно загружаются в автоклаву. Два часа варки и, собственно, продукт готов. Высокую оценку производству дал и первый вице-премьер республиканского правительства Хазарчакуев, который с вице-президента по развитию группы компании «Домоты» Леонидом Ханукаевым прошли по всему производству, поговорили с сотрудниками и даже продегустировали готовую тушенку. На самом деле вкусовые качества, качество санитарное, качество внешнего вида, я бы сказал, на 5 с плюсом. Я думаю, что это понравится не только жителям Карачаево-Черкесии, и сегодня я знаю, что вот это производство, которое современное производство, это тоже есть вклад в ту программу безопасности, подовольственной безопасности Российской Федерации. И я рад, что сегодня присутствую здесь по поручению главы республики. Вопрос производства агропромышленного контроля находится, как я вам сказал еще раньше, что находится на особом контроле главы республики. В качестве основного сырья для приготовления консервов на заводе используют баранину и индейку. Ассортимент будет включать 4 вида тушенки, сертифицированные по стандарту халяль. А мощность нового производства составит 5,5 тысяч тонн мясной продукции или до 20 миллионов банок в год. Мы делаем, наверное, все-таки историю овцеводства, потому что за большой период в России не занимались мясным направлением овцеводства. Было только мясо сальное, мясо шерстное. Это первое. Второе, то, что увеличиваем рабочие места, и сегодня это показатель плюсом еще 50 рабочих мест. Соответственно, на нашем заводе уже будет порядка 550 рабочих мест для Карача и Черкесии. Это тоже большой вклад. Ну и, соответственно, по самой продукции, на самом деле, я еще раз повторюсь и убедительно скажу, что мы кушаем то, что мы производим сами, руководители группы компании «Домате», и нам не стыдно за наши продукты. Продукция этого нового завода будет реализовываться через оптовые и розничные каналы, а также федеральные и региональные торговые сети по всей России. Арнаст Чуков Назиркапышев, Архиз, 24.